Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Сегодня день капелли. Всем хочется яркого весеннего солнышка и услышать капельки воды. И сейчас прогноз синоптиков. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие осадки, мокрый снег и дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью минус 5-10. В горах до 16 градусов мороза, а днем до плюс 5. И местами до 5 градусов мороза на дорогах гололедица. В Черкесии ночью без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 5-7 ниже нуля. Днем 2-4 градуса со знаком плюс. Ночью и утром на дорогах гололедица. И в продолжении капели. Сегодня Всемирный день воды. Цель праздника – привлечь внимание к обеспечению безопасной питьевой водой. В Карачаево-Черкесии к знаменательной дате завершилась информационно-пропагандистская молодежная акция с символичным названием «Голубая лента», проходившая в рамках «Недели воды». Ахмад Халкечев расскажет подробнее. «Неделя воды», инициированная Карачаево-Черкесским филиалом «Русгидро» и Республиканским центром дополнительного образования детей, оказалась весьма насыщенной на мероприятие. В начале акции «Голубая лента» объявили 4 конкурса на лучшую фотоработу, подделку, стенгазету и стихотворение о важности воды для нашей планеты. Данное мероприятие необходимо для того, чтобы привить детям бережное отношение к окружающей среде и, естественно, в первую очередь к водным ресурсам. После того, как мы неделю воды завершаем, многие дети понимают, что нужно бережно относиться к пресной воде, что у нас глобальная проблема по пресным водам. Большое количество участников из самых разных уголков республики представили свои работы на суджюри дистанционно. В литературном конкурсе школьникам и студентам нужно было представить собственные стихи о важности сохранения водных ресурсов. Такие же условия и в конкурсах на лучшую фотоработу, подделку и стенгазету. В свои работы они вкладывали всю свою фантазию и глубину мысли. Мне показалось, что мифология воды – это очень интересная тема сама по себе и решил нарисовать. Наверное, как ты что-то хотела донести и, наверное, словами полностью не получится. Да, наверное, не получится. То же время. То, что нужно беречь воду и поддерживать ее чистой, ведь вода – это очень важный ресурс. Все работы конкурсантов размещены на официальном аккаунте Республиканского центра дополнительного образования детей в социальной сети Instagram. После подведения итогов компетентного жюри во всех четырех номинациях определят победители. Им вручат дипломы и грамоты Центра дополнительного образования детей. Торжественное награждение проведет и Карачаево-Черкесский филиал «Русгидро» с вручением ценных призов, подарков и грамот от компании. Ахмад Халкечев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Весенний дождь влияет на урожай грибов. После осадков можно смело отправляться в лес по грибы. В руке у меня букетик из мухоморов. Это самый красивый гриб и в то же время самый опасный. При этом мухомор имеет целый комплекс положительных свойств. Издавна народные ценители применяли мухоморы для заживления ран, лечения кожных заболеваний и суставов. Но сегодня мы расскажем о съедобных грибах. В России все чаще реализуются проекты по их выращиванию. Вначале особой популярностью пользовались шампиньоны, но теперь и вешенки. Их можно найти на прилавках магазинов в любое время года. Заядлые грибники, конечно, идут в лес, а просто любители выращивают грибы в своих собственных теплицах. Насколько затратно содержать такой мини-огород у себя дома и пользуется ли популярностью этот продукт у жителей нашей республики. Обо всем расскажет Альбина Ламкова. Их нетрудно снимать. Вот так берете, вот остается только вот этот. На следующий раз. Чтобы в следующий раз должны еще раз выскакивать грибы. Многие опасные для человека грибы трудно отличить от их седобных двойников. Но не для Рамазана Узденова. Стаж сбора даров леса у него больше полувека. Знает о грибах все. И не только где, когда и как собирать. Ну и перспективу их выращивания в теплице. Особенно для тех, кто не может решиться на грибную охоту. Выращивание грибов на самом деле не такая уж и сложная задача. Главное следовать некоторым правилам. И вы всегда будете обеспечены ими. Легче и проще всего ухаживать за вешенками, которые развиваются на грибных блоках. Их основа лузга подсолнечника. Поэтому их с уверенностью можно назвать экологически чистым продуктом. В Ростельхозцентре Рамазан Узденов трудится технологом больше пяти лет. Это тот случай, когда работа в радость. Он с большим удовольствием рассказывает не только о том, как собирать в лесу грибы, но и как получить хороший урожай. Вот выращивают плодоношение, вот идут грибы. И начинаем мы смотреть за температурой. Мы должны с 30 градусов температура спускать до 13 градусов, чтобы они уже начали плодоношение давать. Это важная процедура для получения богатого урожая грибов. После чего вешенки довольно-таки активно, почти как почки весной, прорезываются из мешков и начинают расти. Такие грибы хорошо напитаны естественной влагой. Если не сорвать их в этот период, урожайность падает на 3-5 процентов. Но это просто один нюанс, который не следует упускать. Так-то они неприхотливы, не нуждаются в тщательном уходе. Их культивирование не требует крупных денежных затрат. Поливают чистой водой, без всяких примесей. Специальная техника, которая следит за температурой, за влажностью, время полива. У нас в этом боксе микроклимат соответствует тому микроклимату, который находится в лесу. И благодаря этому у нас растут свежие грибы вешенка. Те, кто решится на организацию помещения для грибов, не пожалеют. Так как урожай будет только радовать. Им можно будет угостить родных и знакомых. Особенно, кстати, это будет в зимний период, когда в лесу их не найти. Да и тем, кто не может выехать на природу или же не способен отличить съедобные от ядовитого. Но любит полакомиться грибами. Они будут актуальны в любое время года. У каждой хозяйки свой рецепт. Одни их любят готовить, другие – собирать, третьи – кушать. А есть и те, кто вообще их не употребляет. Ну, а кто грибы не любит? Да, меня все любят. Не готовлю я грибы. Не готовлю. Грибы люблю и готовить. Ну, собирать нет, не люблю. Готовить люблю, кушать люблю. Грибы нет, не люблю. Я их боюсь. Я собираю, мама готовит. Ну, я серьезно, да. А какие грибы больше всего любите? Опяток. Я люблю кушать только. А собирать, где их собирать? Это надо в Куржиново ехать, в Преградную надо ехать там. А искусственно выращенные? Дочечка с магазина приносит. Езжу вот со старшим сыном Сережей. Вот мы с ним ездим. А не опасно? Ну, мы знаем, что брать можно. Но если нет теплицы дома, есть еще один выход. Собранные в сезон грибы замораживают. А зимой ими лакомятся. Грибочки свежие, видите? А это что у вас за грибочки? Вот так. Это вот, видите, свиненожки. Синеножки. Да, и вот сейчас что-нибудь буду готовить. Жарить? Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Расул Бердиев. Вести Карачаева Черкесия. В городе Орел прошло первенство России по армрестлингу. В нем приняли участие более 600 спортсменов со всей России. Команда нашей республики под руководством главного тренера Карачаева Черкесии по армрестлингу Бородина Иркенова выступила очень успешно на этих соревнованиях. У нашей сборной три медали. Особо отличился на первенстве Ренат Токов. У него серебряная медаль. И сегодня тренер Бородин Иркенов и его воспитанник Ренат Токов. Гости нашей программы. Они уже в нашей студии. С ними встретилась Белла Джазаева. Я с удовольствием уступаю вам нашу утреннюю гостиную. Доброе утро всем. Доброе утро, Бородин. Доброе утро, Ренат. Доброе утро. Вновь рада вас видеть. Вновь с успехом. В этот раз первенство России. Город Орел. Да. Бородин, ты мне сказал, что ты 16 детей повез своих. Да, да, да. Три медали. Да. Значит, Ренат у нас главный герой. У него второе место. И то, потому что у него была травма, насколько я понимаю. Давайте рассказывайте, как прошло первенство России. Как боролся Ренат. Что случилось, что у него второе место, а не первое. Я думаю, что ты всегда как тренер рассчитываешь на первое место. Ну, я думаю, каждый тренер считает, что свой ребенок, что он должен занять первое место, что будет у него в крови. Есть такие мысли. Но в этом году первенство России прошло, как вы сказали, в городе Адле. Позапрошлым году, кстати, это тоже там в этом городе. Очень красивый город. Все нам понравилось там. И сборной Карачаева-Черкесии мы отобрали самых лучших. 16 детей по каждым ревизовым категориям. И я повез их на первенство России. И там выступили очень хорошо. Хоть в этом году у нас Ренат занял второе место. По каждой правой и левой рукой второе место. И, в общем, тоже первое место он занял. Другие дети, как вам сказать, сейчас у нас как произошло. Смена возрастов. Вот если, например, юноша борется, когда он переходит до 16-18 лет, он борется с теми спортсменами, которые на два года старше его. Вот разница, да? И эта разница сразу чувствуется среди детей. У нас, например, у меня, нет, 3-4 спортсмена, дети, проиграли в этих полуфиналах. Проиграли. Есть у нас еще Альберт Кенжев, он должен был тоже выступить нормально на пьедестайле. Первое и второе место точно он должен был занять. Опять-таки, это такой вид спорта, что когда борешься, получаешь травму, это уже все. Рука. Все, уже рука не держит, рука болеет, и до конца не сможешь выкладываться. И не надо, потому что можешь развить травму, хуже сделать, например. Вот как-то так с ним тоже случилось. А Ренат, в этом году, знаете, около 600 спортсменов было. 600? Да, да. И среди субъектов Российской Федерации, 48 субъектов Российской Федерации там было. Ну, колоссально. Вот как я себя знаю, столько спортсменов еще не было. Я вожу уже сколько детей? Несколько лет уже даже будет. Ну, такого я еще не видел. Ну, 600 человек, конечно. Это очень много, да. Вот в каждой весовой категории по 28, 20, 25 детей. Вот так оно. Чтобы пройти, стать каким-то, сделать какой-то результат, это много чего стоит. Ну, второе место. Первенство России, это же не просто так. Нет, конечно, это не просто так. Ренат также попал обеими руками в финал, поборолся. Ну, когда он уже боролся с соперником, с Астином он попал, это тоже когда он в финале, когда боролся. До этого в полуфинале у него опять-таки левая рука, там хрустнула чуть-чуть связка. И вот лучшая рука у него как-то чувствуется и сильнее эта левая рука у него. Вот как-то так произошло, и на финале он так и не боролся. Потому что лучше хуже не сделать. А как вы знаете, когда мы там боролись, у нас пока до этих, ну, знаете, что у нас творится сейчас в стране. Да, конечно. Это повлияло. Мы думали, поедем на Европу и на мир. Это Европа, получается, у нас в этом, да? Где у нас было? В Румынии. В Румынии должно было быть. Да, вы же рассказывали. Мир должен быть сейчас в Турции. Ну, в мир уже вышел приказ в официальном сайте нашем armrestling.ru, что, ну, не поедем, не выступим. Ну, не получается у нас. Будем готовиться на Европу, первенство мира. То есть, по-моему, это в Стамбуле будет проходить. Я точно не знаю, какой город там. Вот, будем готовиться, будем выступать. Думаю, все у нас получится. Ну, в общем, вот как-то так у нас. Лина, конечно, я хочу обратиться к тебе. Бородин сказал, что у тебя левая рука сильнее. Травма была левой руки? Да. А что произошло? Ты там получил травму? Да, когда боролся, я вот тогда получил травму. В полуфинале? Да, за выход в финал. Ну, расскажи про финал. За выход в финал, когда я боролся, я получил травму. И потом поборолся еще раз, чтобы выйти еще раз в финал. Я выиграл. Потом Бородин сказал мне, лучше в финале не борись, чтобы травма еще сильнее не болела. И вот так в финале я не боролся. То есть, в финала не было? В финал был, только я не боролся. Бородин, а вот остальные дети, которые поехали, они 16-летние? Вот среди 16 детей у меня, получается, 14-15 лет я повез туда 6 детей. Остальные 16-18. И там среди молодежи максимум 3 спортсмена я повезу. Ну, сейчас как обстоят дела в вашем зале? Новые, новички у тебя, да? Да, вот смотрите, у меня сейчас и новички, и эти. Как мы оттуда приехали, пока сейчас все отдыхают. Я в том числе отдыхаю чуть-чуть, поотдыхаю. И опять-таки с этим режимом, с тренировками, с маленькими детьми, чуть побольше стажевого возраста. А с Ренатом он тоже чуть-чуть отдохнет. Как рука уже, посмотрим, если получится, то будем готовиться на мер и сделаем, думаю, хороший результат. Ну, Рената еще надо поздравить с тем, что он создал семью. Ренат, я тебя поздравляю. Это, конечно, очень хорошее событие. Спасибо. Но я думаю, что спорт – это все-таки большая часть твоей жизни. Скажи, пожалуйста, вот каким ты сейчас видишь свое будущее спортивное будущее? Таким же, как и раньше представлял. Построить хорошую карьеру. Ты будешь тренером, да? Возможно. Вородин, поедете сейчас на первенство мира? Да. Ну, это уже в сентябре, наверное, будет, скорее всего. Или когда. Если опять-таки нам разрешат, нам какие-то эти ничего не будет, будем готовиться и поедем, и выступим, думаю, хорошо. Ну, вот на этом чемпионате, вернее, на этом первенстве России ты же видел 600 человек. Как наши ребята смотрятся по сравнению с другими спортсменами? Там же самые именитые спортсмены собрались. Ну, вы правильно заметили, да. Там очень много детей, которые… Ну, как я говорил, кто занимается, он постоянно… Это тот спортсмен, который постоянно занимается, упорно делает тренировку, обязательно сделает какой-то результат. Ну, невозможно вот так прийти куда-то, что-то… Ну, любой человек может, что ли, армрестлингом заниматься? Нет, конечно. Сильные руки нужны. Это сильная рука, техника, там много чего играет. Это не то, что означает пойти, там, что-то поднять на одной руке, что-то сделать, да, понимаете? Это для этого надо сделать, раз, миг, подготовиться, там, много чего сделать, много упражнений, чего есть. Это не просто вот так посмотреть, на столе побороться, да. Это там колоссальные нагрузки на связки, на сухожилия. Там много чего есть просто. Вот что я хочу у тебя спросить. Вы находитесь в Сарачусе, да? А как бы ребятам со всей республики к тебе попадать? Ну, сейчас, в данный момент, у меня вот Альберт, например, с Кубина, да, у него хороший результат, он тоже вот позапрошлым году мастера спорта еще выполнил, кстати. Он с Кубина, его брат или отец привозил ко мне лично. А вот у кого будет желание, думаю, да, постарается что-то сделать в жизни, я думаю. Если любит вид спорта, ему нравится, да, ну, обязательно может что-то найти, что-то сделать. Я вот помню, в Карачаевске очень сильная школа по армрестлингу была раньше. Да, да, да. Есть она сейчас, там тоже есть спортсмены тоже, занимаются тоже. Просто, как вам сказать, вот сейчас у нас в Сартузе, например, у нас в доступе есть кумыш, там соседние аулы, которые приходят, занимаются дети. Ну, в общем, я поздравляю вас с этим успехом. Конечно, я желаю дальнейших вам успехов. Спасибо, что приехали сегодня. И вам спасибо. Вы заслужили отдых. Спасибо. И снова о спорте. В Карачаево-Черкесии завершилось первенство России по борьбе на поясах среди юношей и девушек 15-17 лет. Какие регионы приняли участие и как проходили соревнования в репортаже Корчи Беджиева. Борьба на поясах – один из самых древних и захватывающих видов спорта. Борцы все время поединка находятся в напряженной схватке. Техника, умения, а главное – внезапность – могут решить судьбу соперника. Ареал этого боевого вида спорта очень широк и охватывает пол земного шара. К столетнему юбилею Карачаевой-Черкесии прошел отборочный этап – формирование сборной России на первенство мира среди юных спортивных дарований от 15 до 17 лет. Само же первенство мира состоится летом в Казани в республике Татарстан. Данное первенство проходит на высоком уровне. Карачаев-Черкеская республика умеет проводить мероприятие такого уровня и высшего уровня. Мы года четыре назад здесь были на чемпионате России. Тоже прошло на уровне. Сейчас надеемся, что побольше ребят выиграют, попадут в финал, отберутся на первенство мира. С такой целью приехали. Конкуренция очень сильная, начиная с самих хозяев. На соревнованиях участвовали 15 регионов. Со всей страны это более 200 спортсменов, прибывших к Карачаевой-Черкесию ради одной цели – победить. Как говорит главный тренер России по национальной борьбе Дахер Лайпанов, это сильнейшие из сильнейших, которые показывают все свое мастерство, которое они оттачивали годами. Мы рады, что в Карачаево-Черкесии, в столетии в соединении Карачаево-Черкесии такие мероприятия проходят. И огромная благодарность руководству Карачаево-Черкесии. Если тренируем, то несколько тренеров вместе, тогда опытом мы более делимся, и ребята растут. Естественно, соревнования. Как можно больше есть встреч у них, то у них и опыта больше появляется. Вот постепенно вот так и тренируем, развиваем ребят. И наши спортсмены не остались в стороне, обрадовав жителей республики своим умением переламывать ход событий в свою сторону. Пять золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей в разных весовых категориях ушли в копилку Карачаева-Черкесии. Теперь им предстоят долгие упорные тренировки. Я очень рад, что я занял сегодня первое место. Я очень благодарен своему тренеру. Мне еще предстоит первенство мира. Будем готовиться. Хочу пожелать молодежи, чтобы они занимались спортом. Спорт – это здоровье. Первые и вторые места поедут на чемпионат мира в Казань, где и продолжат бороться, чтобы показать, на что они способны. Харча Биджиев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева-Черкесия. Праздников на свете много. И сегодня День таксиста. Сюда входят и водители, и диспетчеры, и технический персонал служб такси. Так что, кто сегодня воспользуется услугой такси, не забудьте поздравить эту столь необходимую службу с профессиональным праздником. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжит программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Удачного всем дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok